Ставшая предметом жаркого обсуждения Как выяснилось, 10 членов религиозной общины к этому времени уже на протяжении 4 месяцев занимались даватом, то есть проповедью, распространяя таким образом идеи исламского движения Яхан Инкар. Однако на дават разрешительность документов муфтията у них не оказалось. В этой связи местные прихожане отказались спускать их в мечеть, в последствии чего словесная перепалка священнослужителей переросла в драку. Отличительные и в то же время неправильная черта этой религиозной общины в том, что они не признают муфтият, не подчиняются государственным законам. Что касается внешнего вида, мы также раньше носили длинную одежду, у нас были длинные волосы, однако позже правительство нам сказало подстричься, носить одежду покороче, а они не подчинились. Если они выходят на дават, они не получают никаких разрешений, путевок с графиками, хотя это все должно быть у проповедников. Яхан-Инкар в переводе с арабского означает отрицание всего мирского, кроме Бога. Течение имеет суфистское направление. Последователи этой секты довольствуются малым и считают, что никто не имеет права управлять человеком, кроме Аллаха. Члены общины ходят пешком, не пользуются телефонами и телевизорами и даже не берут в руки денег. Более того, не признают никаких государственных институтов и не желают подчиняться светским законам. К примеру, не пускают детей в школу и не дают им лекарства, даже если на это есть острая необходимость. Сторонники Яхан-Инкара известны по всему миру, а в Кыргызстане они появились в начале прошлого года, на севере республики Выссыкульской и Нарынской областях. Теперь же они активно призывают в свои ряды новых людей практически по всей стране. Ислам, как и другие мировые религии, стали мировыми только потому, что они принимали и признавали культурное разнообразие. Поэтому весь исламский мир не может быть идентичным. Он не может быть идентичным по форме одежды, он не может быть идентичным по организации своей жизни. Что декларирует ислам? Он просит признания единого Аллаха, пророка Мухаммеда. А он не требует перемены образа жизни, одежды, он не требует и не требовал этого никогда. Иначе бы ислам никогда бы не стал мировой религией. В Духовном управлении мусульман говорят, что пока нет законных оснований запрещать их деятельность. Но если факты нарушениями закона будут выявлены, в Муфтиате обязательно предпримут все необходимые меры. По существующим правилам, те, кто намерен вести проповедническую деятельность, должны зарегистрироваться и получить разрешение на дават. Однако попытки связаться с последователями Яхын-Инкар не дали результатов. По нашим данным, конфликт разгорелся из-за расхождения в религиозных взглядах прихожан мечети. Один из них не сумел сдержать себя в руках. Однако после этого случая местные священнослужители призвали стороны к примирению. Сейчас там все спокойно и мирно. Кроме того, стоит отметить, что эта мечеть официально не зарегистрирована, так как построили ее недавно частные лица. Сейчас они готовят документы, а пока здание используется в качестве молитвенного дома. Мы дали задание всем имамам и священнослужителям предупреждать и пресекать такого рода конфликты внутри и возле мечетей. Проводить пояснительные беседы с членами общин, призывать к миру и согласию. Ведь ислам – это религия мира. Официально в Кыргызстане судами разных инстанций запрещена деятельность 19 религиозных организаций. Они признаны экстремистскими и террористическими. Среди них Аль-Каида, ИГИЛ, движение Талибан, Исламское движение Восточного Туркестана и многие другие.